всем привет с вами дмитрий сегодня мы поговорим о том как установить октан рендер для blender подключить эйс из как там и фьюжен в описании ниже я разместил все ссылки на сайте октан рендер заходим в раздел free trial выбираем октан рендер prime в описании продукта есть некоторые ограничения если я правильно понял можно использовать только одну видеокарту также недоступно использование standalone версии нажимаем на кнопку try now далее откроется страничка с ссылками версиями плагинов здесь указана дата последнего обновления необходимо скачать связку blender октан а также сервер здесь и здесь далее открываем страничку с эйс из здесь представлены все версии в уроке я буду использовать 1 0 3 нажимаем здесь и далее видим подробное описание немного забегая вперед мы будем использовать эйс из 2065-1 и эйс из cg вернемся к предыдущей странице нажмем здесь и скачаем все содержимое эйс из далее нужно распаковать содержимое архива внутри папки эйс из 1 0 3 находится файл конфиг аусио который я буду использовать в октан и фьюжен устанавливаем скаченный файл blender октан а также сервер и запускаем их в настройках blender в разделе рендер появилась строка с плагином октан включаем его далее раскроем настройки и в разделе октан color management нажмем use of the config файл здесь нужно выбрать файл конфиг аусио в папке эйс из снимаем галку автоматика напротив меню актан и меню аусио нужно выбрать эйс из 2065-1 данное цветовое пространство обладает максимально широким диапазоном из всех представленных faces обратите внимание в пункте меню аусио нужно выбрать пункт сын color space эйс из после завершения всех системных настроек попробуем запустить октан добавлю куб чтобы сцена не была пустой в качестве движка рендера выберу октан и запущу интерактивный рендеринг как мы видим сцена полностью черная списке октан environment выберу дневное окружение отлично плагин работает в качестве примера я буду использовать простики интерьер на нем очень хорошо видны все засветы их здесь очень много и с помощью эйс из я попробую их убрать запускаю октан важно перед тем как использовать эйс из настройках рендера в вкладке color management нужно поменять view transform на raw все остальные настройки color management оставляем по умолчанию эйс из нужно включить вне камеры и физической камере делается это для того чтобы превью изображение было одинаковым в окне вьюпорта рендера нажимаем клавишу n и видим что все настройки затемненные это происходит потому что в вьюпорте активно физическая камера как только я перемещаю камеру функции снова активная в разделе а у все вью выбираю эйс из srgb изображение стало темнее сейчас мы видим его в эйс из то же самое нужно сделать для физической камеры настройка включая октан камера имиджер в разделе а все вью выбираю эйс из srgb обратите внимание на те участки изображения я выделил их красным которые были пересвечены сейчас появились отсутствующие детали и все отчетливо видно теперь я расскажу о том как отрендерить изображение экспортировать его файлы в разделе output находим раздел octane output и включаем его здесь собраны основные настройки экспорта в разделе octane export mode есть возможность сохранения слоев в отдельные файлы или единый многослойный file type я буду использовать формат xr32 бита компрессию выставлю на и элзи или zip важным моментом является сохранение изображения в эйс из си джи из представленного списка выбираю color space эйс из си джи с настройками эйс из блендер и октан мы закончили переходим к фьюжн я уже подготовил сцену с готовым изображением чтобы упростить процесс как вы наверное заметили изображение фьюжн темное и пересвечено в некоторых участках красным я выделил те участки на которые стоит обратить внимание большая часть занавесок часть стула часть стола также лампа все эти участки пересвечены так как находится под источником освещения далее добавил ноду кривые и немного изменил ее добавив небольшой контраст теперь перейдем к цветовым пространством чтобы показать разницу в цвете и яркости я буду использовать эйс из филмик и srgb в ноде аусио color space который я переименовал в эйс из нужно выбрать файл тот самый файл эйс из 1.03 конфиг аусио нажимаем на брауз и выбираем файл в source space выбираем эйс из эйс из сеги в output space output srgb в ноде filmic также выбираю файл конфиг аусио найти его можно в системной папке color management blender в source space выбираем линер output space filmic srgb но догонят я переименовал srgb в небольшой картинке ноды видно насколько больше цветовой охват у эйс из по сравнению с сргб чтобы конвертировать изображение в srgb в source space выставляю эйс из output space srgb с настройками но цветовых пространств я закончил теперь посмотрим чем они визуально отличаются перетаскиваю ноду эйс из viewport как я уже говорил ранее самые яркие участки изображения не выглядят присвеченными общая яркость выравнивается сохраняя максимальную глубину далее смотрим филмик результат очень похожий за исключением одного пункта контрастно здесь меньше изображение получается более тусклым давайте еще раз сравним эйс из и филмик srgb изображение сильно ограничено в плане глубины яркости посмотрите как сильно пересвечено изображение эйс из филмик srgb если их сравнивать то эйс и содержит в себе максимальный цветовой охват теперь я покажу как цветовые пространства реагируют на повышение яркости в ноте color corrector я добавлю гейна несколько ступеней вверх тем самым повысив яркость с помощью инструмента split wipe view я разделю экран на две части правую добавлю srgb в левую эйс из перемещая вращая зеленую линию сравним самые проблемные участки изображения видно что srgb сильно пересвечивает яркость в то время как эйс из повышает яркость сохраняя все детали хочу обратить ваше внимание на то что но до цветокоррекции находится до эйс из филмик и srgb при этом изменения вносится все еще в линейное изображение слева результат эйс из а справа srgb теперь сравним эйс из и филмик перетаскиваю ноту филмик в правую часть экрана сравним полученный результат первое что видно это большая контрастность в темных участках если сравнивать самые яркие участки изображения эйс из и филмик они примерно одинаковые конечно здесь речь идет о конкретном изображении в качестве дополнения как различаются цветовые пространства я сделал две ноды которые смешивают эйс из и филмик а также эйс из и srgb чтобы показать разницу я использую режим смешивания difference снова включая инструмент сплит вайп you и перетаскиваю ноды эйс из srgb в левую часть эйс из филмик правую часть в итоге получается изображение маска показывающая разницу между цветовыми пространствами конечно связка эйс из и srgb сейн отличается от эйс из филмик красным я выделил самые проблемные участки которые видны в маске яркости небольшая но все же видимая разница есть в связке эйс из филмик в основном в тенях яркие участки остаются практически без изменений отдельно эти изображения выглядят следующим образом связка эйс из и филмик и связка эйс из и srgb этот способ позволяет отследить в каких участках есть изменения буду рад вашим комментариям если у вас остались вопросы с большим удовольствием постараюсь помочь напомню у нас есть telegram канал где можно обсуждать уроки на канале и все что связано с компьютерной графикой подписывайтесь на канал ставьте лайки а также включайте колокольчики чтобы не пропустить новые уроки удачи всем пока